всем доброго утра с вами руслан михайлов политобозреватель но мимо такой новости пройти не мог много чего ожидает украина но это новость меня повергла в шок ну давайте перейдем к новостям вот такая вот новость появилась у ведомостей украина вела санкция против чубайса бывшего гендиректора роснано анатолия чубайса и экс-председателя счетной палаты алексея кудрина внесли в санкционный список украины говорится на сайте президента страны владимира зеленского вот так вот вот такие вот новости под украинские ограничения также попали начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил сергей руцкой генеральный директор агентства тасс андрей кун кондрашов директор компании металла инвест назим fn диев управляющий директор компании там наряд других деятелей под санкции попали также граждане украины белоруссии кипра великопритания румыния узбекистана лихтенштейна австрии и швейцарии то есть мы видим что зеленский не только в отношении кудрина и чубайса вел санкции но также и на иностранных граждан белоруссии правила великобритания румыния узбекистана лихтенштейн австрии и швейцарии что происходит с зеленским и с его окружением у американцы дают меньше денег и зеленский начинает гайки закручивать это по отношению к иностранным гражданам а давайте перейдем по отношении что происходит у зеленского по отношению кудрину и из чубайса то что он ввел по отношению к ним санкции я даже аплодирую спасибо зеленский чтобы отношение вот этим гражданам ты ввел санкции и я ну что хочу сказать нашей стране чубайса не любит раз говорю чубайса не любит нашей стране почти вся страна вот а кудрина тоже больше половины страны не любят пока помалкивают ну старается не всегда его критиковать он все-таки по информации сми проживает в россии он никуда не избежал отношению чубайса а чубайса вообще никто не любит поэтому если вы что-то вводите в адрес санкции какие-то по отношению к этому чубайсу мы только вам будем аплодировать и вообще не понимаю почему а путин отпустил чубайса за границу да я этого не понимаю и не прощу вот сразу говорю я за это не прощу путину и считаю чтобы чубайс должен сидеть в тюрьме по нему должны пройти расследование все что он натворил 90-е годы со своей прихватизации и понести за это наказание они там он в кипре том в израиле еще где-то давайте теперь вернемся к этой новости почему все-таки зеленский ввел в адреса чубайса и кудрина санкции давайте поразмышляем как-никак какие-то активы 7 чубайса есть чтобы ему жилось не сладко за границей и наверняка у него есть связи с путина скорее всего из-за этого чего зеленский вводит его адрес чубайса санкции как-никак а в отношении кудрина но кудрина сейчас еще приближение час чем чубайс потому что чу кудрина в массы в россии проживает он не убегал информация не так уж он убежал он по моему даже на работу ушел работать в яндекс если я не ошибаюсь была такая информация что он счетной палаты ушел в яндекс работать значит он в россии как-никак кудрина является другом нашего путина об этом была такая информация у него взаимоотношений с путиным но же сам путин говорит что он неоднократно звонит кудрина с ним общается когда еще кудрина еще правительстве сидел то есть какие-то взаимоотношения у него с президентом есть и вот поэтому по отношению кудрина тоже вводит санкции плюс он работает в яндексе чтобы яндексу тоже было не сладко и ряд активы задействованная на имя кудрина чтобы тоже были какие-то там тоже не сладко чтобы жилось и кудрина чубайса поэтому украина вводит в ряд наряд на них санкции это понятно мы также вводили санкции по украинскому руководству вопрос а зеленскому это поможет вот эти видео санкции я считаю нет бессмысленные санкции потому что обход этих санкций владимир путин уже давно придумал какие я не знаю только могут догадываться но то что он ввел на них санкции честно говоря мне это удивило ладно по отношению кудрина вести санкции но чтобы ввести санкции по отношению к чубайсу сейчас чубайс не в россии и руссана непонятно под кем лежит сейчас как бы не под чубайсом он как бы уже не при делах ищи вы к нему дяденька находится на пенсии и ему вводит такие санкции до интересная новость и чем это все закончится мы тоже будем за этим следить наблюдать ну что я могу сказать я даже рад чубайса все-таки украина заметила вела санкции а почему именно сейчас они раньше это конечно большой большой вопрос вот так вот поэтому это конечно очень удивительно новость я думал если бы ввели бы санкции там на ряд действующих министров там у руля у власти находится еще как-то могу понять чтобы вводить санкции по отношению к чубайсу честно говоря для меня это секрет непонятно почему потому что на сегодняшний день чубайс не рулит стране вот и вводить санкции но в отношении чубайса я считаю это бессмысленно а если у все-таки украина вела санкции в отношении чубайсу значит все-таки какие-то рычаги давления управления у чубайса все-таки сохранились если они это сделали значит есть поэтому просто так санкции вводить не будут против меня же не вводят санкции не вводят потому что я никому не нужен и не такой известная личность как они вот и все конечно это очень удивительно интересная новость что украина вспомнила про кудрины чубайса чем закончится я думаю что это бессмысленные санкции потому что к нам санкции выводили американцы британцы евросоюз но в итоге что мы видим россия худо-небедно выползает из этих подсанкций да нам тяжело живется но мы все-таки не терпим такие убытки как терпит евросоюз да и американцы в том числе все-таки как-то россия справляется поэтому если вспомним слова нашего президента владимира путина и он помните сказал такую фразу когда мы про санкции спросили он сказал да пусть вводят но будет еще лучше если не ведут в один день все санкции вот это было бы намного лучше и наша страна бы быстрее протрезвела как говорится пока вот американцы медленно вводят санкции с евросоюзом своими союзниками вот тут и украина еще подтянулась но украина пытается что-то сделать но не получится не получится потому что мы все знаем что украина уже экономически просто не существует ее финансирует америка с евросоюзом в союз не хочет финансировать но америка с британией заставляет финансировать поэтому как финансирование закончится просто государство распадется это мы все знаем об этом все уже аналитики об этом говорили салась на их слова я полностью с ними согласен но это очень интересная санкция которую вела украина по отношению к чубайсу будем наблюдать чем это все закончится с вами был руслан михайлов политопозреватель подписываемся на мой youtube канал на мой дзен канал не забываем лайкосики ставить комментарии приветствуются пока пока а Продолжение следует...